У нас есть несколько временных вакансий на лето. Хорошо, мне все подойдут. Я не боюсь работы. Замечательно. Очень хорошо. Познакомимся поближе. Сари, ваше лицо до боли мне знакомо. Я часто это слышу. Может быть, вы затариваетесь в нашем магазине? Нет. Нет, и все же я вас откуда-то знаю. Ну, ладно. Какое у вас образование? Перечислите, пожалуйста. Средняя школа. Ходила на курсы по косметологии. Не закончила, бросила. Вы работали по профессии? Нет, но я сама себе делаю макияж. Как вам? Хорошо, хорошо. Какой у вас опыт работы? Да. Последние 20 лет я работала порно-актрисой. Что? Снималась в порно. Это, на удивление, тяжкий труд. Чего? Я тихалась. Долгими часами, днями напролет, пахала в поте лица. Я думаю, вы, наверное, понимаете, каково это, если в браке. Тихо-то, ой, как непросто, казалось бы. Как-то на съемочной площадке подрались два актера. Схлестнулись, как быки. Думаю, трудолюбимая сильная сторона. Мы позвоним вам. Отлично. Когда? По телефону. Но когда? Когда раздастся звонок. Второе пришествие. Добрый, легкий комедийно-драматический сериал об уволенной порно-актрисе. 42-летнюю порно-актрису Сари увольняют, и ей приходится искать новый способ зарабатывать на жизнь. Она объединяется с 22-летней линией, начинающим режиссером, который изо всех сил пытается поступить в киношколу. Вместе они основывают компанию, производящую феминистские эротические фильмы, и начинают путь к исполнению женских желаний и своих собственных. После ознакомления с этим новым комедийным драматическим сериалом, у меня осталась масса ярких впечатлений и эмоций. Сюжет этого произведения рассказывает о жизни опытной порно-актрисы, которая сталкивается со знакомыми нам всем разнообразными проблемами и испытаниями. Но несмотря на все трудности, она находит в себе силы подстраиваться под ситуацию и преодолевает все сложности с юмором. Это делает сериал не только забавным, но и по-своему глубоким, позволяя зрителям не только наслаждаться веселыми моментами, но и задуматься о своей жизни. Актерские работы в этом сериале стандартны, но этот сериал того и не требует. Он создан для того, чтобы просто вас развлечь. Но тем не менее, им всем удалось передать всю гамму эмоций и чувств своих героев, сделав их живыми и настоящими. Благодаря этому, зрители могут легко сопереживать персонажам и чувствовать их радости и печали. Комедийные сцены в сериале довольно смешные, уверен, вы будете часто улыбаться. Диалоги героев наполнены иронией и сарказмом, что добавляет сериалу особый шарм. Также в сериале присутствуют и драматические моменты, которые заставляют зрителей задуматься о жизни и ее ценности. Качество съемки и музыкальное сопровождение тоже на уровне. Они создают атмосферу легкости и веселья. Операторская работа стандартная, ничего выдающегося, но она и не отталкивает. Музыкальное сопровождение тоже подобрано очень удачно, подчеркивая настроение каждой сцены. В целом, этот сериал оставил у меня только положительное впечатление. Я рекомендую его всем, кто хочет провести время в хорошем настроении, насладиться смешными моментами и возможно задуматься о жизни. Этот сериал отличный выбор для тех, кто не хочет особо напрягать мозг, а скорее дать ему отдохнуть и немного повеселиться. Он заставляет радоваться и грустить вместе с героями, и я уверен, что он понравится многим зрителям. Моя оценка 7 из 10. Второе пришествие